привет youtube и снова на канале снайпер про с вами я его ведущий егер и сегодня я хотел продолжить рассказывать про ремни которые есть на рынке которая можно использовать с вашим снайперскими винтовками с вашими снайперскими приводами или же просто с вашими игровыми игровым оружием и сегодня на обзоре хотел бы немножко рассказать про ремень тактический двухточку macpool ms2 ну macpool ms2 это старший брат ремня macpool ms3 обзор на который уже был на моем канале ссылка появится сейчас здесь или смотрите ссылка в описании немножко забегая наперед скажу что также будет дополнительно доступно видео по креплению ремня macpool ms2 к моей снайперской винтовки страйкбольной это видео будет доступно немножко позже но все равно для тех кто интересуется креплением этого ремня к своей винтовке или же к винтовкам вообще смотрите появится ссылка сейчас здесь или ссылка будет в описании но принципе на этом все давайте перейдем уже непосредственно к обзору самого ремня который я сейчас вами представлю итак обзор будем делать на ремень macpool ms2 который поставляется вот в такой упаковке ну сразу скажу что это реплика повторяюсь приходит он в упаковке пластик плюс картон в середине с инструкцией и давайте будем уже непосредственно доставать сам ремень хотел бы отметить что мне именно и нравится этот ремень потому что ну во первых это хорошее качество стропы а и хотел бы также отметить еще и хорошее высокое качество крепежей то есть самих карабинов ну и соответственно функционал этого ремня тоже мне очень нравится итак здесь на самой на самом картоне есть подробная инструкция как использовать ваш ремень каким образом он трансформируется в одноточку я это все же тоже буду показывать на другом видео со своим оружием ссылка на видео появится сейчас здесь или ссылка будет в описании к данному клипу вот ну а пока мы будем смотреть непосредственно на сам ремень и так на ремне присутствуют два карабина карабины выполнены из металла я не могу сейчас сказать это металл магнититься или нет то есть это настоящий металл или это сплав какой-то но по чувствам они чувствую как увесистые они и видно что сделаны аккуратно то есть ну есть большая надежда на то что это не алюминий не слюмин и она не будет ломаться при использовании и так два разных карабина один карабин большой вот такого плана и один карабин поменьше этот карабин центральный карабин на нем будет располагаться вся нагрузка при переходе данного ремня в одноточечный режим одноточечный режим достигается вот путем соединения второго карабина с специальным кольцом которая есть вот в этой части самого ремня вот вот таким вот образом производится крепление дальше все части этого ремня по большому счету выполнены из металла мне это тоже очень нравится потому что это продевает срок службы самого ремня не дает возможности ломаться его частям и но этот ремень считается более надежным так карабин большой с вертлюгой что удобно в использовании помогает использовать этот ремень в любом положении то есть не нужно подсоединять его специально или вот передом или боком то есть вертлюга улучшает работоспособности улучшает возможность использования так дальше идем петля скользящая петля которая пропускает через себя стропу и с ее помощью можно регулировать длину самой стропы самой ленты выполнена из металла мне нравится то что она вот металлическая потому что нагрузка на нее идет во время подтягая нагрузка на нее идет все равно но еще большого большое влияние и большую скажем так хорошую службу играет вот такая стропа она гладкая надо не перфорированная как возможно вы помните на macpool ms3 кто не смотрел обзор на macpool ms3 смотрите ссылка появится сейчас здесь или ссылка будет в описании к этому видео и так ширина стропы на данном ремне немножко меньше стандартной здесь у нас хорошая строчка прострочено все добротно я не могу ничего сказать вот по поводу изготовления самого ремня мне нравится то как он сделан хоть это и реплика вот ну так же как я и говорил еще будет видео на его использование обязательно я сниму чтобы уже удостовериться насколько хороший ремень так идем дальше для подтяга вот такого плана она небольшая достаточно чтобы схватить рукой и произвести подтяг ваши ленты то есть отпустить и укоротить длину самой самого ремня идем дальше единственная пластиковая деталь которая есть на этом ремне это вот этот крепеж вот это петля которая позволяет фиксировать второй узел вот главный узел который является самым главным ведущим узлом в данном ремне потому что здесь крепится кольцо для одноточки здесь крепится главный карабин одноточечный и вот немножко хотел бы уже остановиться на карабине одноточечном доплощечный карабин выполнена вот со специальным таким стопором если вы видите сейчас я его использую натягивая специальную специальный пин вытягивая этот стопор убирает блокировку с карабина и карабин может открываться я немножко убедился в том что до данный карабин является ненадежным почему скорее всего это будет рассказано в видео сравнении двух ремней macpool ms3 macpool ms2 ссылка будет на него сейчас вот здесь появится ли ссылка будет в описании но сразу скажу что к этому карабину нужно применять кастомизацию то есть лично я буду убирать его из этого ремня после кастомизации этого ремня чтобы сделать его намного надежней чтобы сделать его намного лучше этот карабин будет убираться он у меня не вызывает доверие вот но сам по себе карабин очень хороший то есть выполнен из металла изломостойкость его я уверен повыше чем у пластика ну и вот соответственно само крепление вот ну как скажем так надежная так также присутствует вот такой вот лейбл macpool dynamics и естественно я уже упоминал что стропа довольно таки гладкая ну что не радует что не может не радовать потому что ну если же вы активно пользуетесь оружием ваших стройбольных играм а постоянно нужно будет его перемещать по телу то есть двигать как-то сдвигать и гладкая стропа помогает в этом на скользить лучше по одежде так ну принципе на этом все больше мне сказать нечего об этом надо вот забыл одна маленькая деталь на вторичном карабине вот который у нас большой здесь существует специальная технология стопора специальный стопор в виде флажка которую вы сами выставляете в позицию закрыта открыта он помогает предотвратить с произвольное самооткрывание то есть вот видите я перевел флажок в позицию открыта и теперь я могу открыть данный карабин он не работает на открывание и потом когда я ставлю уже сам флажок в позицию закрыта карабин у меня закрывается хороший запиратель интересное решение ничего не могу сказать по поводу этого действительно macpool dynamics производит хорошие ремни в оригинале я более чем уверен что гарантии даны на эти оба карабина но к сожалению этот карабин не является надежным этот карабин мы будем смотреть видео по поводу крепления данного ремня к винтовкам и уже тогда я скажу свое мнение по нему пока ничего не могу сказать вот ну на этом все вы были на канале снайперку с вами был я его ведущий егерь если вам понравилось видео ставьте лайки если не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал и пока пока я не знаю Продолжение следует...